Итак, поездка в Индию для нас явилась сутью нескольких событий. Событие первое. Именно здесь нам посоветовали зачать ребенка. И именно сюда мы и приехали, когда ему исполнилось три года. Событие второе я вам объяснил бы и объясню чуть позже. Ведь надо же было такому случиться, что в первую очередь мы вдохнули жизнь моей жене. А со вторым я бы хотел посмотреть, что стало со мной. Потому как год 2013 я буду помнить как самую страшную процедуру в моей жизни. Принесшую мне опухоль головного мозга с раком головы. Тут история становится весьма интересной. Потому как тот, кто делал мне в Магнитогорске операцию, отправил меня со второй группой инвалидности и злокачественным результатом. В Челябинске мне сказали, что у меня анапластическая астроцитома Г3. В Турции мне сказали, что у меня глиобластома Г4. В общем, по сути, мы в Индию съездили лечиться. И вы знаете, лечение там и получили. Причем в рублях и за копейки. С нормальным результатом. И вообще-то надо понять, что лечение в России стоит очень дорого. И лечение по сути неправильно. Особенно зная нашу цену химии и всего остального. Да, я пролечился в Турции. Но для нас проще и дешевле это Индия и Китай. И тут понять-то надо, что две страны с 4 миллиардами населения как-то дают нам возможность пролечиться лучше, дешевле и быстрее, чем в России с ее 90-летней историей СССР. И то, что мы потом зовем Федерацией. Так что, господа, дешевле и круче Индии и Китая вам не найти. Ну и качество супер. Теперь про цены. Из череды 10-летней истории в моей памяти. Я не понимаю, как, но у них-то каждый новый год новые машины. И тут-то надо понять, мы, конечно, крутые, но не дотягиваем до Индии. По одной простой мысли, там никакой инфляции в наших дивных понятиях-то и нет. Народ как пил пиво, вино, портвейны, бешеное количество крепкого алкоголя за копейки, так он и пьет. Как стоили фрукты на халяву, так они и стоят. Вопрос безопасности туристов решается, и вам уже не дадут насладиться смертельно ядовитыми змеями рядом с отелем. И вас никто не цапнет. И, к сожалению, гиперотдыха под супертанцы не получится. Потому как местное население проголосовало. Но на Тито с дискотеками сходить можно. А в остальном, мир и благость, помноженные на бесконечную любовь местных жителей к нашему оружию. Вообще, честно, нигде такого классного отношения, к туристам я не видел. И мы здесь не являемся источником бешеных доходов. Хотя в туристической зоне это не так. В остальном просто радость и просто удовольствие и желание приехать сюда на месяц, а то и на два. Просто выключиться из наших будней и понять кайф, а точнее радость жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok